Мы продолжаем сила Чувы. День 4. Идея сегодняшнего дня называется «Отменение ущерба». Чува может отменить принесенный действием человека ущерб. И Рвай Кламен пишет такой пример. Стоит красивая ваза на столе, хрустальная ваза, мальчик подходит, смотрит, она красиво переливается, там все цвета радуги, он хочет настать, потрогать. Небольшое неловкое движение, ваза падает и разбивается. У этого мальчика шок, страх, он начинает плакать, как и зачем мне нужно было этого не делать, зачем я это сделал, я больше никогда этого не сделаю, мама будет злиться и так далее. Но то, что сделано, сделано. Представьте, что будет с этим мальчиком, если вдруг эта ваза снова соберется из осколков, цветы снова попадут в вазу, вода, которая развилась на столе, она высохнет и все встанет на свои места. Конечно, у этого ребенка глаза откроются, он не будет знать, что здесь произошло. Так говорит Раба Клаймен, сила Чувы, которая есть сила у Чувы в том, что связано с нашей Вселенной. Чува имеет силу отменить, уничтожить тот ущерб, который человек нанес, будь это материальный ущерб или духовный ущерб. Он говорит, что когда Всевышний создал мир, то раз спросил, Бог, ты создал человека, но если он согрешит перед тобой, и ты будешь его судить, он не выдержит твоего строгого суда. На что Всевышний ответил, что перед тем, как я создал мир, я создал Чуву. И так как мир создан Ешмян, Бог создал мир из ничего. Не было ничего, Бог сказал, будет свет, стал свет, будет земля, стала земля, небо и так далее. Поэтому он говорит, Бог создал мир из ничего. И я спрашиваю, как это так может быть, что мир появился из ничего, и Чува тем более могла существовать до создания мира. И ответ заключается в том, мы можем найти из того, что произошло с первым убийцей на земле. Кто был первый убийцей? Каин, который убил своего брата Гавиля. После того, как он его убил, он сделал Чуву. Но Чува этого Каина Гавиля воскресить не смогла. Как он был мертвым, так он и остался. Он говорит, убийство это не как грабеж или воровство, когда человек может вернуть то, что он награбил или то, что он украл. Как же он говорит, может быть так, что такой страшный грех, как убийство, человек может раскаяться и исправить этот грех. Тот, кто сделал такой грех, должен получить то, что он сделал. Поэтому он говорит, человек, который раскаивается от души. Всевышний считает, как будто этого греха, этого преступления не было. Как так может быть? Он говорит, как мы сказали, как мы сказали, что Бог создал мир из ничего. Вот так у Чувы есть сила взять что-то, что вот это убийство, вот этот грех, вот это преступление и вернуть его в ничто. То, что было до создания мира. Поэтому мы сказали, именно поэтому мы сказали, что Чува была создана до чего? Чува была создана до создания мира. И поэтому Чува не подвластна законам природы. По законам природы мы не можем это понять. Как так? Есть же что-то. Убийца же труп же лежит. Он холодный. Он больше не встанет. И что бы с ним не делали? Он говорит, у Чувы есть сила вот это предыдущее действие аннулировать и уничтожить. Мы объяснили это, когда мы проходили вечером, а Ракушнир это объясняет так, что когда человек совершает какой-то грех, сначала у него есть желание, потом у него в голове созревает план, потом он начинает действовать и делает этот грех. Поэтому человек, который раскаивается от души, и он раскаивается правильно, и у него внутри все болит и все горит, что он делает? Он вот этой своей болью и сожалением о грехе сжигает то первоначальное желание, которое было у него согрешить. Поэтому если нет желания, то и действие, и результат не считается его виной. Да, труп есть, но он скажет, что Бог уже решил, что этот человек должен умереть. Тот, кто его убил и не сделал Чуву, ответит за этот грех. Но если он убил, не дай Бог, и он сделал правильную Чуву, это стирается с его файла. Этот человек должен был умереть, так он умер. Поэтому у этого убийцы это стирается. Поэтому он говорит, человек, который делает Чуву от души, и в тот момент, когда он раскаивается, он принимает на себя, что он больше никогда этого не будет, Всевышний не будет этого делать, Всевышний прощает его и стирает его грех. И он получает силу для благословения и в духовном, и в материальном мире. Мы не успеем, да? Поэтому, как говорит послух, Всевышний говорит, я не желаю смерти грешников. Смерти каких-то грешников, которые заняты Чувой. Поэтому, как мы знаем, очень часто в жизни мы что хотим. То, что с нами произошло, человек был у тёжи в гостях. На рюмку больше выпил, сказал то, что не надо. Или ещё где-нибудь. Потом сожалеет, что хочет, хочет перекрутить обратно эту плёнку. Может так быть или нет, в жизни это не может быть. Но то, что связано с Торой, человек посредством Чувы может перекрутить даже вот эту реальность обратно, и прийти в то состояние, которое было до греха. Вот этот инструмент, который Всевышний нам дал дойти до времени без греха, это Чува. Два поинта, которые мы сказали сегодня. У Чувы есть сила стереть всё, что было до того, как человек раскаялся. Мы сказали, откуда эта сила У Чувы? Эта сила У Чува от того, что Всевышний создал Чуву до создания мира, до создания законов природы. И поэтому Чува не подвластна законам природы и может вернуть что-то в ничто. Амин!